Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Ганс Гальбейн-младший. Портрет купца Георга Гисса. Немецкая школа. Когда Гальбейн в 1531 году окончательно переселился в Лондон, в Лондоне он жил раньше, у него в этом городе уже были сильные связи среди высокопоставленных английских государственных деятелей и ученых, которые дали ему возможность приблизиться к самому королю Георгу VIII. Спустя некоторое время Гальбейн сделался придворным живописцем и необходимым советником короля во всех художественных вопросах. Однако круг его интимного знакомства и его первоначальных поощрителей заключался скорее в среде его соотечественников, немецких ганзийских купцов, живших в особом квартале Стоярда. В этом обществе торговых людей Гальбейн нашел несколько превосходных оригиналов для своих портретов. Наиболее значительным и интересным среди них является воспроизводимый нами портрет Георга Гиссе, имя которого нам известно по надписи, находящейся на самой картине. Этот портрет был приобретен в 1821 году королем Фридрихом Вильгельмом Третьем в составе всей галереи английского негацианта Эдуарда Салии, поступившей, формировавшей тогда Берлинский музей. Теперь эта картина висит вместе с другими произведениями Гальбейна в той же комнате, где находятся картины Дюрера. Трудно себе представить две более различные манеры письма, два более различных отношения к своему предмету, нежели у этих двух великих современников и соотечественников. Дюрер рисует каждый волос, каждую складку. В Гальбейне же чувствуется истинно художественный темперамент, сознательно упрощающий формы, схватывающий образ в общих наиболее характерных чертах. С другой стороны, Дюрер интересуется лишь одними лицами и почти игнорирует все второстепенное. Это для того, чтобы не отвлекать внимание зрителя от главного. Наоборот, Гальбейн охотно останавливается на всяких посторонних подробностях, рисующих занятия и обстановку изображенного лица. Это он делает не только из желания повидать свои картины более красочного блеска и живописной пышности, но и из ясно выраженного желания сильнее и определённее характеризовать данную личность. Так и здесь он показывает вам купца Гессе в своей конторе за письменным столом с только что написанными, но и незапечатанным письмом в руке. Вся эта пёстрая околечность, в кавычках, покрытый ковром стол с массой письменных принадлежностей, полки со счетоводными книгами, планочки с заложенными за ними документами, изящная шарообразная катушка для ниток, ключи, печать, ножницы и, наконец, чудесно написанная бутыль венецианского стекла с воткнутыми в горлышко гвоздиками. Этот кусочек картины, кстати, удостоен лучших нидерландских живописцев, специалистов мёртвой натуры. Так вот, всё это служит только к тому, чтобы рассказать нам о житье, бытии, о занятиях и о симпатиях этого богатого купца, серьёзное лицо которого светится и царит, как роскошно оправленный бриллиант, в кубикете этих колоритных деталей. Ну вот такое описание картины я нашёл в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественная репродукция в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok